Многие из нас хотели бы побывать на российском космодроме Байконур. Такая возможность выпала победителем молодежного форума Иволга в Самарской области, в котором приняли участие более 2000 человек из 14 регионов ПФО. Здесь собрались участники обучающих направлений, инструкторы, волонтеры и эксперты, в том числе 90 человек из нашей республики. С одним из обладателей специального приза встретилась наша съемочная группа. На молодежном форуме были организованы 8 образовательных смен. Как и в прошлом году, 16 участников получили в качестве приза путевки на космодром Байконур. Среди них студент 4-го курса заочного отделения автомеханического факультета Чебоксарского филиала политехнического института Александр Бочурихин. Автор проекта – автоматический пневмозамедлитель транспортного средства на крутых поворотах. Причиной поехать на Иволгу было, скажем так, в основном продвижение своей разработки. Для того, чтобы его продвинуть, научиться новым вещам, новым идеям, познакомиться, найти компаньонов или одинаковые области мышления, консультации получить. Сам форум был идеально подготовлен. Урень достаточно хороший. Там много было очень интересных развлекательных программ. Достаточно высокий уровень подготовки был. Достаточно объективные жюри и капитетные. Изобретение Александра поможет снизить количество ДТП с пассажирским автотранспортом. Данный проект уже был удостоен наград на молодежном научно-инновационном конкурсе «Умник». Конференции фестиваля научного творчества учащейся молодежи, юность Большой Волги и других подобных. В этом году Александр получил патент – авторское право на это изобретение. В суть моего проекта заключалась курсовая устойчивость автобусов, чтобы они не опрокидывались при движении. Его задача была такая – когда на автобусе действует центробежная сила, вот эта центробежная сила опрокидывала автобусы. Я эту центробежную силу использовал для себя, для того, чтобы работал датчик и непосредственно влиял на тормозную систему автобусов. И он принудительно в порядке притормаживал. Как объясняет сам Александр, его пневмозамедлитель прост в изготовлении, надежен в эксплуатации и ремонтопригоден. Данный прибор возможно установить на всех эксплуатируемых автобусах и грузовых автомобилях. Сейчас он находится на испытании в ОАО «Промтрактор» и, возможно, в ближайшее время, благодаря прибору Александра, аварий станет меньше. Анастасия Лангина, Андрей Шоклев, Республика.